Точки притяжения Урала в себе собрала Большая Уральская тропа. Более 3000 километров водный маршрут. Десятки рек и озер Уральского хребта от мистического перевала Дятлова и до самого Орска. Большая Уральская тропа, она в целом построена по аналогии с большими туристическими тропами мировыми. А вот водный маршрут, он у нас эксклюзивный. Почему? Потому что Урал как раз интересен тем, что здесь очень много рек, которые, во-первых, удобно связать, во-вторых, они очень живописные. То есть по берегам очень много скал, можно проходить эти реки с вязками, соответственно, можно проходить эти реки большой обвязкой под одним концептом. Большинство уральских рек на самом деле технически не сложны для туризма. А сплавы в рамках Большой Уральской тропы осилят даже новички. Некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма» описала около 30 маршрутов. В скором времени появится и путевой конструктор, который поможет туристам подбирать направления по их предпочтениям, наряжению и возможностям. Это маршруты классические и маршруты не классические. То есть есть маршруты, например, как по часовой, 58-й маршрут, который со времен СССР хорошо известен. А есть маршруты, которые, по сути, первопроходные. То есть эти маршруты в таком формате, который мы предлагаем, еще никто не проходил. И мы вот как раз в этом году для этого просим сообщества провести разведку этих маршрутов. К пешеводным маршрутам у туристов большой интерес. Раньше они были не так развиты. Проблема была в тяжелом плавснаряжении, которое неудобно долго носить по земле. Сейчас ее решили покрафты. Надувные, легкие, но довольно прочные и компактные лодки. Покрафты позволяют исследовать и маленькие приточные речки, что расширяет туристический маршрут. На самом деле мы уже в течение двух лет вводим походы, смешанные катамараны плюс покрафты. В этом году в Абхазии в январе мы съездили, у нас 8 человек все шли на покрафтах. То есть мы оценили преимущество этих лодок и хотим, так скажем, внедрять в массы именно этот вид сплавного средства. Планы на Большую Уральскую тропу грандиозны. В этом году будет промаркирован пешеходный трек по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Оренбургской области. А в 2025-м команда начнет прокладывать и велосипедный трек.